Всем привет, друзья! Это канал Роза Занозы. У нас случилось счастье. Счастье выражается, так сказать, в коробочке, которую нам прислал СДЭК. А коробочку-то отправила СДЭК Маша Харченко. А я вчера-то как переживала, переживала всё. Где ж мои розы? Где ж мои розы? А вот они, вот они, Маша мне их прислала. Я счастливая, как удав. Поэтому хотела вам буквально их показать. Мы с Олегом Сергеевичем в ночи, в ночи приехали в его цех. Я вам их сейчас покажу. Но, как Почтальон Бечкин сказал, я вам покажу, но отдавать не буду. Я вам их покажу, но раскрывать мы, конечно, их не будем. Потому что им ещё спать целый месяц. У нас лежатся гробы. И я вам их покажу. Мы их обратно запакуем. Я сегодня связалась с Марией, спросила ещё раз, как лучше быть. Она сказала, что 10 дней они могут храниться в коробке без проблем. Потом нужно будет достать, осмотреть. Возможно, увлажнить. Как бы через, там, может, шприцом корневую. И увлажнить немножко вершки, чтобы не пересыхали побеги. Смотрим. Сколько богатства! Олег Сергеевич, как-нибудь ты тут всё заградил? Заградил! Смотрите, друзья, сколько богатства! Сейчас я вам покажу. Во, какое богатство! О, какое богатство! Тут какой-то с оранжевой какой-то штучкой. Так, ну, пока они тяжёленькие. Маша сказала, говорит, смотрите по весу. Пока по весу тяжёленькие. Хорошенькие саженцы. Не буду... Верьте на слово. Понимаю, что не видно. А вот саженцев много у меня. Врать не буду. Не буду врать. В принципе, я вам немножечко начали прорастать вот небольшие почечки. Но ничего страшного. В принципе, розы ещё спят. Они ещё не поняли, в чём дело. Вот. Вот такие вот свёрточки. Сейчас мы их посмотрим. Ага, вон внизу есть. Ну, какие жирнячечки тут. Жирнячечки. Так. Так, это у нас уже пять свёрточков. Шесть свёрточков. Конечно, самый кайф, когда ты их разворачиваешь. Корневая система. Побеги. Ну, нету такого кайфа. Кайфов половину меньше. Но через месяц мы, так сказать, дополним этот кайф. Вот. Так. Пять, шесть, семь. Восьмой свёрточек. Олег Сергеевич, не упади. Олег Сергеевич, сегодня. Скажи хоть привет людям за кадром. Что ты мне там мажешь? О, сколько свёрточков. Хорошие разули. Прямо хорошие. Ну, ещё когда захваливать рано. Олег Сергеевич разорвал коробку, как-то неправильно. Сейчас. Олег, бери планом крупным. Массора в подарок. Массора. Японочка Массора. Вообще. Я такая счастливая. О, сколько роз у меня. О, сколько роз. Ну, я вам про всех, кто о них говорила. Друзья. Сейчас мы. Всё это обратненько упакуем. И спустимся в подвал. И я там ни разу не была, между прочим. Я вам всё его нахваливаю. У нас такой подвал, такой подвал. И посмотрим реально, что там за подвал. Если он мне наврал, вот этот товарищ, который сейчас лежит в камеру, то завтра мы едем в деревню и будем выкапывать в снегу, в сугробе ямку. Продолжим. Друзья, пошли со мной. Друзья, смотрите. Короче, подвал. Какие-то тут штуки. Я тут, честно признаться, первый раз. Ой, тут достаточно холодно. Бетонные стены. Ну, так скажем, влажненько. Хотя я не вижу никакой плесени. Ой, Олег Сергеевич, а что это тут? Тут ещё какой-то проход есть. Ага, тут лесенка. Короче, нормальный такой подвал. Вот тут лежит картошка. Сейчас я вам покажу. Так, картошечка вот в таком состоянии. Начала прорастать, правда? Так. Олег Сергеевич, начала прорастать картошка-то? Ага. Мы сюда очень часто заглядываем. Поэтому надо прорастать. Поняла. Слушай, а может, Роза поставить подальше? Я к тому иду. Опа. И знаешь что? Вот на досочки можно поставить, чтобы не на землю? Конечно. А на досочки. Что там будет находиться, рядачка твоя? Месяц. Месяц. Да, на досочке точно. Ну всё, друзья. Вот сейчас мы сюда их и положим. Еле дышит. Но дышит. Без штанов, но в шляпе. В шляпе, в подвале. А вот так вот. Так. А вы меня снимаете уже? Я уже снимаю, вы уже наговорили. Джентльмен на удачу, да? Два. Короче, это. Ребята, мы это. Схоронили Розы. Стоят они на двух чупиках. Здесь, в этом подвале, достаточно холодно. Мороза нету, но и тепла нету. В общем, пожелайте удачи девочкам. До того момента, когда мы их будем высаживать. Учитывая наши сугробы, я думаю, что не раньше, чем через месяц. Поэтому, девчонкам, надо тут перезимовать. Плёночка это временная. То есть, просто пока, чтобы коробку Алексей Сергеевич разрезал не совсем правильно. Вот. Через 10 дней я сюда заберусь. И проверю их состояние. Увлажню, возможно, корни. И побрызгаю верхушки, вершки. Ну, здесь, как в этом. В овощном отделении холодильника. Короче, когда я начну сильно уже начинать стареть, я, пожалуй, буду больше проводить здесь времени, чтобы сохраниться лучше. Друзья, я вас всех люблю, вы же знаете. Вы помните всё, да? Всех целую, всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok